Сегодня в студии программы «Надо разобраться» гость Владимир Калтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, ведущий программы Григорий Кисель. Господин министр, здравствуйте. Доброго вечера. Вот буквально неделю назад, 8 сентября, начал работу новое министерство антимонопольного регулирования и торговли, ну, созданное на базе просто министерства торговли. Скажите, суть, смысл и содержание этого преобразования – это первый вопрос. А второй попутный – не станет ли нынешнее министерство некой монополией по борьбе с монополиями? Действительно, 8 сентября, согласно указу президента, начало функционировать наше министерство. Я бы сказал так. В четвертой директиве написано «конкуренция там, где возможно, государственное регулирование там, где необходимо». Это суть и задача, которая поставлена в том числе и президентом нашей страны перед будущим министерством. Министерство не станет некой монополией, оно станет, скорее всего, и должно стать координатором работы по созданию конкурентной среды, по инициативе предпринимательства, по защите интересов потребителей, по установлению равных правил игры на рынке в нашей стране. Основные функции вашего министерства – антимонопольная деятельность, ценовое регулирование и контроль за государственными закупками. Это три основных функции. А как можно их осуществлять, если постановление Совета Министров о регулировании цен отменено? Монополии у нас с лоши рядом. Госзакупки осуществляются почти по советским принципам. Как вы будете работать в этих условиях? У нас департамент антимонопольной политики существовал в составе Министерства экономики, и существует некая наработанная практика. Другое дело, что эта практика достаточно аморфна и, на мой взгляд, недостаточно. Нет, например, практики по ценовым сговорам. Вот вы сейчас сказали о государственных закупках. Представляете, что такое государственные закупки в стране? Ну, я вот читал, что это 5 миллиардов долларов. Да, около 5 миллиардов долларов, это около 10 миллиардов белорусских рублей. То есть, если вот для сравнения... А что входят в эти закупки? Что мы закупаем? Да, сейчас я объясню. Для сравнения, это 11% бюджета страны. 11% бюджета страны тратится на государственные закупки. Каждый десятый рубль. Совершенно верно. Но по статистике получается, что порядка 90% закупок, если по количеству, да, мы проводим из одного источника. То есть, мы проводим их не на конкурентной основе. Поэтому задача министерства... Это издержки какой-то системы экономической или это элементы коррупции? Это издержки того, что мы учимся. У нас законодательство о закупках достаточно молодое. И эта система создается. Она сегодня гармонизируется с тем же Евразийским союзом. И, скорее всего, здесь много издержек от незнания. Это первое. Второе. От отсутствия, может быть, системы контроля. Поскольку у нас в новом министерстве впервые будет организовано управление по контролю за проведением государственных закупок. Мы уже проводим по 3-4 комиссии еженедельно, где разбираем жалобы поставщика, услуги, товара на определенное решение. Ведь в чем смысл конкурентности? Все должно быть в открытом режиме. И вот задача министерства – это перевести государственные закупки в конкурентную среду. То есть мы должны не 90% закупок ссулять из одного источника, а снизить их до минимума. И, в общем-то, таким образом сэкономить средства бюджета. Давайте смоделируем ситуацию. Необходимо закупить какие-то товары швейной промышленности. Беллехпрома. И если объявить конкурс, появится, например, какой-нибудь зарубежный поставщик или частное лицо на территории Республики Беларусь. Оно предложит дешевле товар, но наверняка сейчас купят у госпредприятия. Эта ситуация в принципе у нас уже на практике много раз была. Например, мы закупаем металлоконструкции для строительства моста. И действительно побеждает частное предприятие, значит, проигрывает наш поставщик. Но разница в цене 30%. А для чего это делается? Система госзакупок, кроме экономии бюджета, дает возможность еще думать предприятия, которые участвуют, собственно, в этом конкурсе, как снижать затраты. Это своего рода рычаг, который должен заставить предприятие снижать себестоимость, о чем, в принципе, и написано в указе президента. Я просто объясню на картошке. Учреждения образования, медицины, дошкольные учреждения, да, они закупали всю жизнь продовольствие на мелкооптовых базах, государственных, которые закладывали это продовольствие осенью. И фермер ни сном, ни духом не мог поверить, что он может попасть в систему госзакупок учреждений образования. У нас с 1 января 2015 года все должно быть на открытых электронных торгах. В результате фермеры стали поставлять картошку. Мы только на продуктах питания сэкономили 15% бюджетных ресурсов, которые тратятся на эти цели. Вот вам результат. Таким образом мы дали возможность продать фермеру свою продукцию, значит, этому предприятию. А оптовые базы, которые относятся к государственной форме собственности, заставить подумать, как им снизить издержки. Монополии вообще-то тема для Беларуси новая. Когда мы говорим монополии, ассоциация, в первую очередь, ну, например, там, российский Газпром. А в госреестре Беларуси на самом деле значится 195 монополий. На маленькую страну. Это что за монополии? Чем они занимаются? Да, у нас существует два реестра. Государственный реестр объектов естественных монополий и государственный реестр объектов, занимающих доминирующее положение. Естественные монополии у нас, в Республике Беларусь, это все предприятия, работающие в области топливоэнергетического комплекса. А вот уже доминирующие предприятия, они совершенно разные. Например, есть доминанты, которые работают на рынке производства женского белья. Миловица, да? Да, например. Или там сахарные заводы, это тоже доминант. Мы планируем снять регулирование доминантов, которые поставляют товар на рынок. Это, в принципе, улучшит финансово-хозяйственное положение предприятий, но, с другой стороны, повысит их ответственность. А мы будем контролировать эту ситуацию по порядку установления цен. Поэтому, что касается естественных монополий, ну, пока порядок регулирования четко определен. Совет министров определяет цены на энергию, газ и тепло. А вот, скажем, структуры, которые могут сами себе присвоить такое положение монопольных, вот очень яркий пример, Могилевское, Бобруйское, коммунальное предприятие, ритуальных услуг. Мало того, что всех поразгоняли и отгоняли от этих кладбищ, обложили население там поборами за вход, за въезд, за выход, и даже за контроль за погребением. Никто их не просил контролировать. Как с такими монополиями бороться? Они же на каждом шагу. Мы сейчас создаем жестко управляемую структуру. В областных центрах создаются главные управления антимонопольного регулирования и торговли без повышения численности. То есть мы их забираем от обл. исполкомов. И обл. исполкомы, которые устанавливали тарифы, собственно, в том числе и на ритуальные услуги и так далее, они становятся за пределом возможности управления контролером. То есть эти подразделения на территориях и должны выполнять эту функцию. Я вам приведу пример. В Витебской области в 2015 году предприятие, которое было внесено в список доминирующих по обслуживанию домофонного оборудования, заплатило порядка 49 миллиардов рублей штраф. Было возбуждено уголовное дело. Были изменены договора. И сейчас они возмещают ущерб всем, кто пользовался домофонами в связи с нарушением тарифной политики. Они были доминантами. Конкурентов нет. Была завышена цена. Были установлены факты. Это было громкое дело достаточно. Такие дела должны предаваться публичности. То есть это своего рода воспитание. Очень настораживая статистика. За два последних года антимонопольными службами страны проведено 450 проверок, 450 предприятий. Две трети – нарушение ценового законодательства и антимонопольного. Это что такое? Массовое закононепослушание. Это что? Как это расценить, характеризовать? Я считаю, что ранее проводимая политика в области контроля, она, может быть, недостаточно освещалась для того, чтобы люди знали, за что они могут понести наказание. Я хочу при этом подчеркнуть, что задача министерства не состоит в том, чтобы закрыть бизнес. Задача министерства состоит в том, чтобы на рынке не было закона джунглей. Я это еще почему говорю, что к нам ведь приходит российский рынок. Мы убрали границу. И мы должны жестко защитить свой рынок, установив прозрачные правила игры. Кстати, о торговле. У нас такая ситуация. В маленькой стране примерно 40 тысяч магазинов, более 500 крупных торговых центров, 80 тысяч торговых мест на рынках. И по международной статистике, обеспеченность торговой площадью на одного человека, мы в тройке европейских лидеров. Там идет Люксембург, потом мы, потом Голландия, потом Ирландия. Наверное, явный перекос, вам не кажется? Сегодня порядок строительства четко регламентирован. Это было сделано где-то около пяти лет назад. Были созданы программы, по которым местные органы власти для инвесторов уже определяли заранее места, где будут расположены торговые точки, торговые центры. И согласно этих карт, ну, как бы карт географических, негеографических, вот планограммы размещения территории, сегодня планируется размещение торговых объектов. Производство реального сектора так не развивается, как развиваются торговые организации, торговые площади. Хорошо или это плохо, ну, вам судить. Общемировая практика. Сегодня я вас, наверное, удивлю, если скажу, что торговые сети в мире заняли место промышленности. И у нас сегодня в ВВП нашей страны вторым после промышленного производства идет торговля. Ну, вот очень актуальная тема для торговли – это товары белорусского производства. Мы видим, что бьется, как рыба облет, правительство. У нас есть статистика о том, что примерно 65% торговли – это товары белорусского производства. А в общей массе продовольствия еще больше – 82%. Но при этом доля белорусских товаров снижается. Вот за один год почти на 4%. А что происходит? У нас есть программа импортозамещения. Мы призываем людей покупать белорусское, а в то же время оно уменьшается. Сегодня есть все инструменты для того, чтобы белорусский товар присутствовал на полке. Теперь осталось его величество покупатель, который голосует рублем. В этой связи мы ведем работу с производителем. У нас много творческих разногласий, это нормально, по созданию конкурентоспособного товара. Сегодня не надо рекламировать наше молоко. Сильно. Не надо рекламировать наше молоко. Но продовольствием люди довольны. Продовольствием люди довольны. У нас положительная сальдо по продовольствию. Мы его вывозим больше, чем ввозим. То есть вопрос не в торговле. Вопрос не в торговле. Так может быть в мозгах. Я же парадокс. Можно я? Вот есть такой парадоксальный факт. Как правило, белорусы, ну мы с вами же белорусы. Мы критикуем наши потребительские товары. А литовская компания, литовская агентство провела исследование и выяснилось, что 63% жителей Евросоюза, которые когда-либо покупали белорусские товары, были удивлены их качеством. Как нам бить в мозги людей, что у нас товары еще есть хорошие? Очень много упирается в цену. С одной стороны, предприятие-производитель должно снижать издержки, работать над маркетингом, над рекламой, работать над ассортиментом. С другой стороны, государство должно обеспечить защиту внутреннего рынка от поступления некачественного товара. Мы контролируем соблюдение технических регламентов Таможенного союза. Мы принимаем все меры по недопущению некачественного, читай в скобках, дешевого товара, который, в принципе, является конкурентом тому же Лехпром. Все страны мира защищают своих производителей. Поэтому вот в международных отношениях и нет добросовестных правил в торговле. Кажется, защищая свое. Вообще, какие особенности защиты белорусского рынка? Это общемировая тоже практика системы тарифного, не тарифного регулирования. Значит, возные, таможенные, пошлины. Ну, это целая структура по защите внутреннего рынка. В принципе, она гармонизирована с законодательством Евразийского экономического союза. Есть практика закрытия, приостановки торговых точек, точек общепита. И скажу откровенно, что не всем это воспринимается положительно. Все же понимают, что убытки владельцев, недополучение платежей в бюджет, уменьшение зарплат, персонала и так далее. А есть какие-то другие, более эффективные способы воздействия на недобросовестных участников рынка? Торговая инспекция. Значит, торговая инспекция работает 48 человек. Торговая инспекция имеет подразделения в областях и подразделения в городе Минске и управление в министерстве. Очень много дискуссий по торговой инспекции. Правильно сделали, неправильно сделали. Я скажу только одно, что торговая инспекция дала сигнал обществу и всей торговле, общественному, бытовому обслуживанию, что если так написано в законе, то его надо выполнять. Вот говорят, ну вот закрыли за просроченный товар, приостановили. А кому интересно сегодня купить просроченный товар? Тут я согласен, что наказали правильно. А скажем, закрыли за отсутствие ассортимента. Ну, допустим, не было гвоздей сотки, а были только 150-ки. Ну, как утрежу, может быть. Я скажу так, что в мае месяце мы приняли приказ в Министерстве торговли, которым установили бальную систему при работе торговой инспекции. То есть сейчас торговый инспектор не может прийти и закрыть просто за отсутствие ассортимента. Для того, чтобы получить закрытие, необходимо иметь все девять нарушений, исключение составляет только просроченные товары. Мы вывели его оттуда. Все девять нарушений по самой большой шкале для того, чтобы получить закрытие. То есть просто за ассортимент нет. Пришла информация о том, что в новом министерстве инспекция будет объединена с антимонопольными службами на местах. Означает ли это, что под приключением каких-то преобразований инспекции просто ликвидируют как класс, чтобы она, так сказать, не раздражала? Задача состояла в том, чтобы не ликвидировать те функции, которые выполняла торговая инспекция, а расширить ее функции, в том числе по проведению антимонопольных расследований. Я приведу пример. У нас есть жалоба конкретного производителя о том, что он не может поставить холодильники для размещения своего товара в торговых объектах. Почему? Потому что его конкуренты заключили договора, исключающие возможность установления других холодильников. И хочу сказать, что это договора не белорусских компаний. Я хочу, чтобы торговая инспекция работала более широко, потому что это тоже цена, это тоже присутствие отечественного товара. И это тоже защита прав потребителя. Есть магазин, выстави товар, покажи его лицом. Интернет-магазины. Мы знаем, что сегмент в мире развивается очень бурно. Только в Беларуси 13 тысяч интернет-магазинов зарегистрировано. Но постоянно одни и те же жалобы, которые сводятся к следующему. Власти зажимают интернет-торговлю. Так это не так, как она будет развиваться в дальнейшем. Интернет-торговля у нас работает по более свободным правилам, чем розничная торговля. Хотя не предъявлять требования, которые бы обеспечивали защиту прав потребителей, мы не можем. Поставил товар, гарантирую его качество. Отдай покупателю чек. Мы должны знать, кто является поставщиком. Потому что имеем практику, когда люди, покупая товар через интернет-магазины, потом не знают, куда обратиться, чтобы защитить свои права. И это является следствием того, что будут устанавливаться правила, которые должны в итоге обеспечить защиту прав потребителей. То есть ропот и недовольство – это следственное наведение порядка, насколько я понимаю. Абсолютно. В последнее время очень модно, как вы говорите, в тренде развивать сети быстрого питания в Беларуси под мировыми брендами. Ну, самый яркий такой пример – Бюргер Кинг. А почему мы не развиваем наши сети, белорусские сети, с национальным питанием? Мы просто снимаем целые пласты ненужных регулятивных форм со стороны государства. Например, мы там обязывали иметь какое-то количество посуды, количество селедочниц, как должны быть убраны столы. Сегодня человек взял в аренду магазин, взял в аренду общественное питание, ресторан, он самостоятельно определяет ассортимент. Ты сегодня взял, у тебя есть сегодня спрос на это, заплатил налоги, и к тебе не должно быть никаких вопросов. Мы же пишем, должно быть 5 белорусских котлет, там что-то еще, что-то еще. У нас регулировался ассортимент собственного производства. То есть у тебя ресторан, ты должен иметь 10 горячих, 2 холодных. Хорошо, я хочу иметь там пирожки какие-то фирменные свои, одного вида, и буду работать. Совершенно верно. В общем-то, мы все это снимаем, и об этом и говорю, что задача этой комиссии – облегчить вхождение в этот бизнес, собственно, и цену этого бизнеса. Для того, чтобы работать стало понятнее, прозрачнее. Конкуренция там, где возможно, госрегулирование там, где необходимо. За многие годы белорусы привыкли к такому слову и явлению, как инфляция. Ну, это повышение цен. Но в последнее время наблюдается на отдельных сегментах рынка по отдельным видам товаров другой процесс, который имеет название дефляция, то есть снижение цен. Одни говорят, что это снижение покупательной способности, поэтому вынуждены снижать цены производителей и торговли. А другие утверждают, что это первые признаки оздоровления экономики. Как бы вы ситуацию характеризовали? Экономика должна быть реальной. Мы ее не должны накачивать деньгами. Это мое четкое убеждение. То, что происходит дефляция, она соответствует денежным доходам населения. То, что происходит дефляция, это соответствует тем ценам, которые есть у нас на евразийском пространстве. У нас ведь свобода перемещения товара. И это вполне понятно, если бы там цена была выше, товар ушел бы туда, спрос бы здесь повысился, цена бы здесь подросла. Мы строим нормальный общий рынок. Это нормально. Короче, побольше товаров качественных и доступных. Абсолютно. Ну, если создание министерства этому поможет, то я такой буду рад, как потребитель. Ну, я хочу сказать, что я вижу создание этого министерства как начало процесса. Как начало процесса по изменению отношений во многих отраслях. Большое спасибо за беседу. У вас очень серьезная и ответственная работа. Желаю вам успехов. Всего доброго. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова